Он творец, и произошло восстановление, и то, о чем хочет сказать пастор, что это меняет жизнь, это меняет жизнь, и это изменит мою жизнь. Если благословения, мы часто желаем этих благословений, но если ты будешь в том месте, где хочет видеть тебя Бог, не ты будешь бежать за благословениями, но благословения будут настигать. Какое мое свидетельство? Бог любит меня. Бог меня благословляет. По мере той благодати, которую я имею, я пытаюсь быть полезным, быть послушным, благословлять друг друга. С 2008 года я не знаю, что такое кризис. Не обижайтесь на меня. Я строюсь. Бог благословил давние мужчины. Это не хвастовство. Это то, что делает Бог. Это Его любовь. Это Его любовь делает. Он любит каждого. И Он хочет, чтобы мы были послушны. Послушны и были в том месте, где хочет видеть тебя Бог. Мы много бегаем за благословениями, но Бог хочет, чтобы мы бегали и искали место благословения, где Он хочет излить эту благодать на тебя. Бог добрый. Он всегда добрый к тебе. Но если ты будешь не в том месте, где Он хочет говорить к тебе, если ты не будешь в том месте, где Он хочет благословлять тебя, Пастор может меня много благословлять, много часов, но если я буду стоять спиной к Нему и заниматься своими делами, это не принесет мне успеха. Мои уши будут закрыты. И мое желание... Я радуюсь пред Богом тому, что Бог делает в моей жизни. Но не потому, что это я такой хороший. У меня достаточно своих проблем, сложностей, но важно одно, что я понял в своей жизни. Ты должен быть там, где хочет видеть тебя. Чтобы ты не был препятствием для благословения, которое Он хочет послать. Малахий говорит, не открою ли я окна небесные? Ты сомневаешься в этом? Окна небесные они есть, и Он готов их открыть. Но мы путаем дождь с благословениями. Часто мы от дождя прячемся, ходим под зонтиком, чтобы не намокнуть. Но Бог хочет, чтобы эти благословения не излились на тебя. Чтобы ты был мокр от этих благословений. Это свидетельство твоей жизни, когда ты мокр от благословений. Он любит нас. Он любит нас. Он любит нас. Я благодарен тебе. И я благодарен тебе. Спасибо всем за отец. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хороший вид жены, которые успокаиваются. Да, это пророчество, может быть, это пророчество. Она увидела в сале, может быть, она была на празднике, 500 человек, и она думала, что это все интересные. Может быть, она уже видит веру, видит духовную. Мы хотели сделать эту ремарку, но прочитайте, вы сами увидите. Даже у нас есть ошибка, есть семеро детей, у нас двое наших детей, где-то они сомнели. Это хорошее статья, но я хотел это подчеркнуть, что не прочитайте меня обманщиком, потому что этого я не говорил, и куда-то вся эта информация, я не знаю. Я не знаю, почему она получила эту информацию, но. Может быть, человек просто видел и в конце его папа. Может быть, она просто увидела, и дальше ровно. Вот, это одно еще такое объявление просто. Также, одно аналитет, пожалуйста. Добрый день, Сергей Аркадьевич. Добрый день, Сергей Аркадьевич. Я хочу сказать, что у нас на следующей неделе, в пятницу суббота, продолжает работать наш университет. Я хочу пригласить всех, кто не студенты, у нас будет очень интересная тема, называется герменевтика. Для тех, кто не знает значение этого слова, это будет курс о том, как толковать Библию, о тех людях, которые толкуют Библию. Будет рассказываться о женрах Библии, о переводах и природописания. Мы будем говорить о женрах Библии и о природе, о том, как в книге, о том, как в книге, о том, как в книге. Все, кто интересовал эту тему, это будет интересно, это будет интересно. Вы можете, пожалуйста, в 10.00, в 17.00, в 19.00. Вы можете, конечно, в 10.00, в 15.00, в 19.00. Кто не может, в субботу, конечно, можно в пятницу. Кто не может, в пятницу, в пятницу, в пятницу. Суббота, в пятницу, в пятницу. Также напоминаю студентам, которые учатся, усердно пишут результаты и не забудут перед нами. Даже если вы не студент, можете приходить в качестве полного слушателя. Это очень важная тема в теории и теоретике. И сейчас я хочу, это пастор Альбер меня не попросил. Но мы не знали, что его служение хватает дома для сирот. Не только в Украине, но и в Африке. Через его служение, дети получают благословение, пищу, питье. И с вашим разрешением церковь я хотел, чтобы мы провели еще одно пожертвование специальное для его служения. И я хочу спросить, чтобы вы понимаете, что ты можешь быть каналом благословения для кого-то и кто без родителей. Повторяю, это пожертвование специально для того, чтобы поддержать его служение. Повторяю, это пожертвование специально для того, чтобы поддержать их. Ты можешь все то, что ты приготовили его и молиться. Отец, во имя Иисуса Христа. Ты назвал себя Богом сирот и вдовь. Ты назвал себя отцом для сирот. И мы хотим нас подкрыть этим участникам этого служения. Пастор Абертон. Через эти даянии. По имя Иисуса Христа. Я молю, библия, что вы камни с семьей, которые сегодня сеются в этом служении. Приносили благословение деревьям и благословение людям, которые дают. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благодаря. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...